Окей, вот сейчас все в порядке. Так, еще раз здравствуйте, и сегодня мы поговорим о Вере. Значит так, разговор сегодня будет, не знаю, но нелегкий. Кажется, о Вере легко говорить, всем все понятно, но на самом деле сейчас мы посмотрим, насколько всем все понятно о Вере. Смотрите. Сначала давайте определим, как мы понимаем Веру, что это такое. Кстати, это Розе там сидит, я не знаю, видно ее или нет. Вот она, живая Розе. Нет, нет, ты иди туда, что ты хочешь? Пусть видит тебя, да, пусть радует тебя. Значит так, для начала давайте определим, что такое Вера, это эмоция или нет. Это состояние. Правильно, те, кто знает, это знают, что это состояние. Но все равно, опять-таки, говорим состояние. Ну, давайте посмотрим, что это такое, что это за состояние, которое сопровождает человека или человечество в течение всего его существования вплоть до сегодняшнего дня. А оно никак, так сказать, не поймет, что это, для чего, куда и почему. И вообще, если оно существует, это состояние, то для чего-то-то оно существует. До сих пор не совсем было понятно, для чего существует вера и что это такое. Движущая сила. Движущая сила – это деньги. Понятно. Нет, я на самом деле говорю, движущая сила на сегодняшний день, на этом этапе развития цивилизации, на этой планете – это деньги. Это пройдет, вы абсолютно правы, это пройдет, но пока это деньги. Давайте посмотрим вот так. Когда человеку говорят, ну, спрашивают его, у тебя есть вера? Вот я спрошу кого-нибудь, кто хочет ответить? Гаухар не буду спрашивать, вот, кого-нибудь. У тебя есть вера? И кто, что сможет ответить? Кого есть вера? Нет. Все боятся. Правильно, объясню, объясню. Если человека обычно, вот возьмем человека, например, Розе – это человек. И вот мы спросим, Розе, у тебя есть вера? Если бы она была нормальным человеком, как она, скажем, ненормальный человек, слава Богу, она бы спросила, а во что? Обратите, вера во что? Автоматически, так сказать, навязывается мысль, что вера – это, можно сказать, или эмоции, или состояние, связанное с каким-то, с какой-то целью, с каким-то объектом. То есть, просто веры нет. Нет, если есть вера, то она должна была быть ментальное состояние, размышление, цель. У меня есть вера, ну, например, у Розе есть вера в Бога. Розе, вы в Бога верите? Что-то она сморщилась как-то не туда. В дружбу верите? В дружбу верите? Да. Да. Можно ли сказать, она сказала, да, можно ли сказать, что у Розе есть вера в дружбу? Как вы думаете? Можно, да, в фонаре. А вы не спешите. Есть ли тогда у Розе вера в дружбу? И если да, то любопытно, что подразумевается под имением веру в дружбу? Ну, например, у нее есть какая-то подруга, которая по каким-то своим причинам, ну, наверное, уже вошла в свою последнюю фазу, гормоны ударили в голову, и она сделала что-то не так, не зная. И чем разочаровала нашу Розе? И эти две подруги поссорились. Бывает. Вот в этом случае, можно ли сказать, после вот такого случая, что у Розе есть вера в дружбу? Что бы ответил наша Розе? Розе, если бы такое произошло, у тебя все еще есть вера в дружбу? Было так, что у меня вера меняется каждую секунду. Любопытно. Правильно. Правильно. У нее вот это состояние веры менялось бы каждую секунду. В зависимости, обратите внимание, от поведения впереди стоящего человека. Какая-то же это вера. Это комфорт, можно сказать. Мне удобно, когда я дружу с каким-то человеком. Мне приятно, когда я дружу с каким-то человеком. Я думаю, что этот человек меня не обманет и так далее, и так далее, и так далее. Но мы когда говорим вера, мы подразумеваем, что вера это достаточно стабильное состояние, непоколебимое состояние. А в этом случае ее вера в дружбу оказалось очень даже поколебимое состояние. Причем колеблется только так. Так вот давайте подумаем, еще раз спросим, Розе. Розе, есть у вас вера в дружбу? Я бы хотела, чтобы вера была не связана с чем-то. Ага, интересно. Получается, естественно, что это не вера в дружбу. Хотя каждый из вас, что нормально, изначально был на позиции ее же. Вера в дружбу. Вера ли это? Вот интересно. Или что-то другое? Как сказать на английском это faith и believe. Believe. Как сказать на русском? Доверие. Доверие. Доверие это trust. Это не совсем. Believe. На русском, наверное, это тоже вера. Но одно слово вот туда. Верим? Но это же от слова «были» вышло верить. Верим еще нет. Нет, «были» вышло от слова «верить». В общем, вы понимаете, о чем я говорю. То есть на других языках есть два слова. Есть faith и believe. В русском это почему-то оба вера. То есть она верит в дружбу. У нее есть доверие к дружбе, невозможно сказать. Вера в дружбу, но это не та вера. Опять на русском это та же самая вера. Это не та вера. Эта вера подразумевает удобство с ментальным состоянием. То есть как я думаю по отношению к чему-то на этот момент времени. Если меня это устраивает, я думаю, что это будет продолжаться так, как оно и есть. Но, как только что сообщила наша уважаемая Розе, она хотела бы, чтобы вера, о которой мы говорим, была не связана с объектом каким-то. Интересно. Получается, что вообще есть, интересно, у Розе хоть какая-то вера? И если есть хоть какая-то, то во что? Розе, есть ли у вас вера? Есть. Во что? Во что? Самое постоянное в моей жизни, долго, что не бывает, это сфера. Каким-то образом есть самое стабильное отношение к чему-то, что... Но это не совсем так. Конечно, она конечно скотеньше, потому что у нее постоянно есть и волосы, и ноги, и руки, и глаза, и нос, и так далее, и так далее. Вот. Но все равно, трудно сказать, у меня есть вера в свой нос. Хотя постоянно есть. Да, когда я себя относила. А, видишь, да. Посмотрите, как интересно. Получается, что состояние веры любой человек, любой человек, пока еще, опять же повторяю, на этой, на этом, сегодня, связывает со своим ментальным состоянием. Вот здесь. То есть, хочет найти причину, почему у меня должна быть вера. То есть, заслуживает ли моя вера меня же? Значит, это должно устраивать мои мозги. Так вот, если это не устраивает мои мозги, то что-то с верой не то. Эта вера никому не нужна. Получается, что вот вера, о которой мы в любом случае крутимся, вертимся вокруг, ничего общего с состоянием не имеет. Представьте, что вы не ели две недели. Есть ли у вас состояние голода, ощущение голода? Есть. И вот, когда есть у тебя ощущение голода, то мозги что делают? Интересно, посмотрите, вы абсолютно правы. То есть, вся система, вся система сконцентрирована на выживании. Она забывает практически все, что можно забыть и начинает искать все возможные пути для осуществления вот этой цели. То есть, нажраться. Хотя после двух недель голодовки нельзя жрать, умрешь тоже. Ну, по крайней мере, что-то внести в свою систему. Можно ли сказать, обратите внимание, сейчас пойдем. Вот это сильное состояние голода, это состояние веры. Или нет, как вы думаете? Говорят, нет, Рубе. Любопытно, почему нет? Почему вы думаете, что голод или жажда особенно, это недостаточно сильные, не могу даже сказать причины, а природные, естественные биологические состояния, чтобы тут появилась вера? Вера во что? Молодец, опять вера во что? А нужно ли иметь, когда ты голоден, есть ли у тебя вот такие вопросы? Я голоден, потому что не ел помидоров. Нет. Голод настолько сильное состояние, что уже анализ, вот хотелось бы картошки, нет, картошки не хочу, то-се. Когда хочется воды, то тебе хочется воды. И вся система у тебя ищет воду. Она тупеет на самом деле. Тупеет до потолка. Вы не знаете, не знаю, слышали или нет, что во время, ну, войны, того, сего, когда вот критические ситуации, и люди голодные, дети голодные, все вырубается. Они в прямом смысле жрут друг друга. Слышали, нет? Обратите внимание, все вырубается. Все факторы вырубаются, человеческие, в смысле мозговые, морали, все вырубается. Есть только одно задание, выжить. Так вот, вот это состояние выжить, вы думаете, там не присутствует вера хоть какая-то? Вера в то, что ты скукожишься, если не выпьешь в течение какого-то времени? Ну, это не вера, что ты скукожишься, это страх, что ты скукожишься. Вера, что ты сосед скукожишься, тогда есть что пожрать. Смотрите, вот этот момент веры, он очень деликатный. Оно присутствует всегда, но его очень сложно ухватить, сами понимаете, за что. Потому что как только начинаешь хватать, что касается веры, тут же включается сознание, начинает задавать вопрос, а во что? Давайте возьмем пример Бога. Люди до сих пор, ну, сейчас кто верит, кто нет, но когда-то, когда-то они интенсивно верили во что-то, что называли Богом. Любопытно, у них не было практически никаких взаимоотношений с этой категорией, ну, не было. Вот, Бог как-то к ним домой не заходил, не знакомился, они не знают, как это выглядит, не знают, для чего оно существует. Не письмо послать, не имело, не поговорить, а вера была в него огромная. Интересно, вот это вера? Вот это вера в Бога, когда-то. Нужно ли было Богу доказывать свое существование и свою силу, чтобы человек верил в него? Как вы думаете? Нет. Нет. Любопытно. Богу не надо было доказывать, а вера в него была. Так на чем же она была основана? На нужде. Совершенно правильно. Страх. Абсолютно правильно. Страх. Смотрите, куда мы подобрались. Состояние страха являлось, я не говорю сейчас, сейчас же видоизменяется, но являлось основным движущим элементом состояния веры. Потом со временем эволюции человечества, когда человек становился все, как он сам думает, разумней, на самом деле социальней, открытией. И раньше вот столько людей, кстати, ребят, лет, ну, 500 назад в одной комнате столько людей просто так не сидело. Это было опасно. Ну, просто конфликты начинали. А сейчас без проблем. Ходишь по городу, кинотеатры, то-сего, никто никого не жрет, никто никого, так сказать, не беспокоит на самом деле. Вот это все новое. Поэтому элемент страха, элемент возможности быть уничтоженным, он упал резко, вот уровень, естественно, и вера сама как такова и упала. Нужны другие основания. И поэтому со временем появились, ну, это начало где-то начало 19 века, появилось другое основание – разум. Стали подстраивать веру, стал убираться страх и приходить разум. Вера во что-то. Раньше вера была только в Бога, вы знаете, это слово никогда не использовалось. Я верю в кастрюльки, я верю в голову, я верю в Бога, неважно, в дьявола, то есть высшие категории, которые надо мной, до которых я не доберусь. Вера, состояние веры или чувство, ну, это не чувство даже, состояние. Подразумевалось под этим только твое отношение к чему-то над тобой. На сегодняшний день, когда мы говорим верить, мы банализировали, банализировали сам предмет веры. Это может быть дружба, интернет, заработок денег и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что это не вера, это комфорт, удобность. Вы можете сказать, это надежда, что дружба получится, что я заработаю груду денег, но не вера. А так вера, таки, на сегодняшний день, она существует или нет? Или нет? Если она существует, то где она существует, это состояние? В каком моменте, где она существует? Как вы думаете? В ситуации. В сердце. В сердце, в мотивации, два варианта. В мотивации, that's okay, that's okay. В мотивации, it's okay. Мотивация, может быть. Вера в себя, еще говоря. Вера в себя. Может быть, уверенность в себе, все-таки? Ну да, это связано. Уверенность в себя и уверенность в себя. Уверенность в себе, это более предметное состояние. Там подразумевается и разум. Вера в себя, это, я извиняюсь, это получается, что я, у меня настолько большая вера, что я абсолютно уверен, что я сам Бога есть. Так, что ли? Если нет, то что подразумевать, когда мы говорим вера в себя? В свои силы, это уверенность, самоуверенность, не знаю что. Надежда в себя, вера в Бога и мотивация, это все одно и то же. Что-то богов у вас там много собралось, человек двадцать. Вера в себя и вера в Бога, это одно и то. That's fun, that's fun. Хорошо, что Бог не слышит. А ему все равно. Любопытно. Любопытно. Я по этому, скажи, по интонации понимаю, что это Чингиз там комментирует. Это приятно, это приятно. Чингиз человек умный, он всегда найдет какие-то дырки. Вы знаете, Чингиз, вы абсолютно правы. Это странно, но вы правы. Ему все равно. Знаете, почему ему все равно? Потому что он не человек. Он не понимает человеческих вот этих всех элементов, нюансов. Это слишком мало. Ему действительно все равно. Ему нужен общий результат, они индивидуальны. И все-таки каждый индивидуум собирается верить и, как он думает, верит в Бога. Любопытно, сказал мой друг Чингиз, Богу все равно, а я в него верю. Кому это нужно, Богу или мне? Если мне, то зачем? Чингиз, давай, комментируй. Я в Бога не верю. Я сейчас в топор. То он говорил, вера в Бога, вера в меня и мотивация одно и то же, теперь веру в Бога он выбросил. Просто Бог? Я не знаю. Вы сказку «Каша из топора» знаете? Нет. Рассказать? Давай. Шоу солдатцев службы. Так. Устал, хочет спать, голодный. Видит везьба, заходит. Просит гостей угостить его чем-нибудь. Ну, покушать. Ну? Гостей скупы. Хозяева скупы. Так. Он говорит, хорошо, говорит, мне ничего не нужно. Мне нужен, говорит, будем делать, говорит, кашу и там и суп, и стопора. У меня есть топор, сейчас я вам из топора сделаю кашу. Класс. Ставим в казан, мне говорят, нужно только казан и вода. Берем в казан, в воду кладет топор, закипает и постепенно просят, что сейчас бы сюда лучку добавить, сейчас бы сюда картошечки, сейчас бы туда все. Получается, что топор – это вера для хозяев в то, что можно получить в суп. Хотя ингредиенты одни и те же, что с топором, что без топора. У супа. Суп получается по-любому. Очень любопытно. Так все-таки топор нужен был или нет? Допустим, женщина хочет похудеть. Ну тут много женщин. Результат один. И способ у нее достичь разных, да, грубо говоря. Но, например, похудение ей дает именно этот способ. Непонятно? Ну, вообще-то непонятно, как она похудела. Скажите, пожалуйста, а если она не худеет, то… Значит, у нее нет веры. Секундочку. Но если вера – это всего лишь топор… Вера – это всего лишь вера. Без каких-то усилий и каких-то вложений ничего не получится. То есть нужно верить в результат. А к результату нужно прикладывать усилия. Очень любопытно. Послушайте, давайте вернемся в вашу историю с топором. Это интересная история. Вы мне скажите, топор никто не жрал. Это понятно. Топор никто не жрал, да. Топор – это вера, хозяин – суп. Окей. Но так нужен был топор или нет? Нужен был топор. Для веры топор нужен был. Для супа топор не нужен. Еще раз послушайте вопрос и постарайтесь подумать. Так вот, нужен был топор для супа? Для супа нет. Без топора суп был? А, не нужен. Ну, не случилось там шагу. В другом контексте мог бы быть. А какой может быть контекст, если без топора супа не было? Вдруг появляется топор и появляется суп. Когда хозяева не скупы, то топор не нужен. Да-да-да, когда хозяева не скупы, то топор не нужен. А если сами хозяева не знают, что они скупые? А если ты живешь в своей коже, и ты ничего изнутри не видишь, то нужен ли вот такой топор, вследствие которого появится твое будущее? Пусть называть это супом. Хотя сам топор кушать не будем. Ну, есть. Как бы сразу это и показывать, что нужен. Ага, значит, получается, что оказывается, для того, чтобы сварить суп, или получить суп, который можно сожрать, неважно какой, нужно иметь топор, что с супом ничего общего не имеет. Получается, что, чтобы прийти к цели, нужно иметь то, что ничего общего с самой целью не имеет. Логически, так получается? Не обязательно. Очень любопытно. Значит, к цели можно прийти любыми путями, получается? Скажите, пожалуйста, вот, очень интересно, нас там сидит человек 20. Кто может из 20 человек с определенной уверенностью, не в смысле как тупой человек, а как очень умный человек, сказать, что он счастлив на сегодняшний день? Есть ли кто-нибудь, кроме Чингиза, который уже счастлив на сегодняшний день? Я не знаю, что он, бедный, будет делать завтра, если сегодня он счастлив. Завтра будет еще лучше. Стоп, момент. Так вы счастливы уже или вы ждете завтрашнего дня? Завтра будет априори, вы счастливы, я сегодня. А откуда вы знаете, что завтра будет лучше, чем сегодня, если сегодня уже как раз? Потому что я постараюсь сделать все, чтобы было лучше. Значит, вам чего-то не хватает? Мне не может всегда хватать. Так вы несчастный человек, Чингиз. Мучаешься, мучаешься, а там всегда чего-то не хватает. Я же сосу с дыркой, как и любой человек. Хорошо, подожди, подожди, Чингиз, подожди. Кроме Чингиза, кто-нибудь может тоже себя считать на сегодняшний день счастливым? Почему никто не говорит «да», вот как Чингиз? Мы боимся. Что под счастьем вы понимаете, Рубер? Ну, нет, это я хочу как раз спросить вас, которые не говорят, как Чингиз, я. Что под счастьем вы понимаете? Чего у вас нет сегодня? Из-за чего вы не считаете себя счастливыми? Чего не хватает? Чего не хватает для счастья? Счастье – это и есть, что чего-то не хватает. Иначе двигаться не будет. Счастье – это состояние. Оно мгновенное, мимолетное. Оно проходит, появляется, уходит. Это даже больше похоже на какую-то эмоцию. Хорошо, давайте немножко усложним вопрос. Чуть-чуть посмотрим. Чего? Что? На этот не можем ответить. Подождите, 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 мы сейчас попробуем соединить счастье, веру в одно и то же. Мы туда идем, это не другая тема. Скажите, пожалуйста, по вашему ощущению, мнению, ну, насколько это можно сказать? Меня просто интересует, такой банальный вопрос. Вот можно ли меня считать человеком счастливым? Да. На основании чего вы сказали «да»? Потому что вас слушает 20 несчастных людей. I like that, man. Чингис, дорогой, это был комплимент мне. Меня не слушает 20 несчастных человек. Меня слушает много тысяч несчастных в этом случае. И получается, что из-за того, что... Хорошо, хорошо. Из-за того, что 20 несчастных меня слушают, я получаю счастливым? Ну, если вы хотите, выговорим за то, да. Ну-ка, давайте, отвечайте, почему я счастливый. И чего есть у меня, чего нет у вас. А вот тут вы и найдете уже ответ. Знание, 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 говорят тут. Ну, почему, ребят, вы что, у вас знания нету? Вон, Чингис шикарно делает то, что он делает с фанерой. Я точно это не смогу сделать. Это же знание. Вот сидят женщины, которые шикарно варят только так. Я этого не смогу сделать. Не умею, по крайней мере. Почему не считается это знанием? У каждого же есть ведь свое знание. Почему мое знание считается категорией счастья, а ваше нет? Не пойдет. Вы, значит, тоже несчастны. Да, точно, я не умею варить кашу, автоматически я несчастный. Скажите, пожалуйста, что человеку нужно для счастья? Давайте подумаем, что человеку нужно для счастья, чтобы он, вот трудно сказать, потому что я сейчас скажу, чувствовал себя счастливым и тут же ошибусь. Чтобы он был счастливым. Уверенность. Нет, сравнение. Наверное, он должен стараться в том состоянии несчастья, чтобы понять, что сейчас он счастлив. Нужно, чтобы ему было плохо сначала. Нет, понимание. Да чувствовал удовлетворение. Чувствовал удовлетворение, понимание. А удовлетворение, оно конкретно, конкретно. Ребят, смотрите, вот я был только что в Америке, три месяца, да? Я поехал туда, я сейчас вам покажу категорию счастья. Я поехал туда, ну, кроме того, чтобы свой английский, ну, еще по поводу книги. Потому что пришло время, телевизор и то, сё, вся эта ерунда. Мириес. Вот. И вы знаете, после двух месяцев там, мы очень хорошо провели время и так далее. Все шикарно, жаловаться не на что. После двух месяцев я сам остановил публикацию книги в Америке. Сам. Никаких проблем не было. То есть, проблем, которые бы касались меня, все друзья, no problem. Я сам решил это остановить. Мог бы спокойно этого не делать, но почему-то я решил это остановить. Так я счастливый человек или нет? Да. Я, у меня была цель. Я и уезжал с целью. Я ее не осуществил. Сам остановил ее же. Потому что вам все равно. Будут вас слушать 20 несчастных или не будут? Вы занимаетесь любимым делом. Ой, как интересно Чингис сказал. Ну-ка подумайте, ребят, все вместе. Молодец, Чингис. I like this man. Можно ли сказать, что я занимаюсь любимым делом? Ну, зная вас поближе, можно сказать, что это не совсем любимое дело. Просто, чтобы они подделаны, Бен. Чингис выносит абсолютно разумные, нормальные, естественные человеческие позиции. Он правильно говорит? То есть категория счастья или удобности человек занимается любимым делом. Это понятно. Я, честно говоря, не считаю, что я занимаюсь любимым делом. Ну, не потому, что я занимаюсь нелюбимым. Ну, скажу так. Не настолько я дурак, чтобы любить дело, которым я занимаюсь. Я могу это дело делать качественно. Но любить его еще. Я не думаю, что это эмоция, что делать заслуживает такую эмоцию. Оно просто не заслуживает такую эмоцию. Любить можно своего ребенка. Дело любить. Можно его уважать. Можно делать качественно. Можно быть хорошим профессионалом. Получать удовольствие от этого. Но любить? А-а. Пусть будет дело, которое вам интересно. Хорошо. Тогда почему же я остановил все? Если в Америке все шло как и надо. И Америка просто стояла вот так открыто и до сих пор стоит. А я остановил. Мы же не знаем. А может вы поняли, что... Тимур! Я говорю, Тимур, Чингис, неужели есть что-то, что Чингис не знает? Смотрите, ребят. Смотрите, ребят. Это чисто такой, субъективный, естественно, пример. Ну, у меня есть свои выражения определенные. Я скажу, это относится. Не такой я дурак, чтобы зависеть от своего собственного счастья. Не в смысле, если ты не чувствуешь себя счастливым, то ты несчастливый. Вот у человека современного, это пройдет со временем, есть две категории. Или черная, или белая. Если ты не счастлив, то фактически тебе что-то не хватает. Потому что если бы тебе все хватало, то ты был бы счастливым. Обратите внимание на слово хватало. То есть, это что получается? Что все, что мне не достает, у меня есть на сегодня, и я чувствуюсь счастливым. Так я вам объясню. У меня нет знаний, которые могут появиться только завтра. Потому что сегодня они не могут появиться. Не потому, что я тупой. Время не созрело еще. Я не созрел. Каша не сварилась. Фактически, мне надо быть готовым к завтрашнему счастью, к завтрашним знаниям. Сделает ли меня это счастливым? Нет. В таком смысле нет. Потому что после этого идет следующий день с новыми знаниями. И эти знания влияют, естественно, на поведение мое и на мое решение. То есть, фактически, сегодня я вынес решение на основании уровня понимания своего счастья на сегодняшний день. Фактически, сегодня состояние счастья, оно будет радикально отличаться от завтрашнего состояния счастья только потому, что я видоизменяюсь. А когда мы с вами говорим, вот сейчас говорим о состоянии счастья, мы не подразумеваем динамические какие-то процессы, постоянно меняющиеся. Мы подразумеваем состояние удовлетворенности. Но состояние удовлетворенности и комфорта – это не счастье. А в человеческом понимании на сегодняшний день счастье оно и есть. Скажите, пожалуйста, давайте рассмотрим только такой грубый вариант. Война, солдат, окружение. Как-то удалось ему убить 10 человек и вырваться. Он счастлив? Да. Там эуфория огромная, с огромным количеством страха. Смотрите. Да, он счастлив. Недолго, но он счастлив, потому что он убил 10-рых, сам остался жив, потому что сильнейшая опасность была и потому что страх его еще трясет. Но он выжил. Что за счастье? Кому нужно такое счастье, ребят? Никому. Ну, а ему необходимо. А вот теперь представьте, если бы этот солдат был в этом состоянии счастья следующих 10 лет. Ну, страшно. Получается, если я вас сейчас спрошу еще раз, кто себя считает счастливым, ответ должен быть такой же, как дал Чингис. Все. Вот так. Я вот здесь спрошу, а почему вы себя считаете счастливым? Ответ должен быть каким? Ну, что у нас все еще, что у них там человек. Я уже не сказал, что у них, кроме меня кто-то. Все еще живы. Отличный ответ. Все еще живы. Развиваемся. Растем. И доизменяемся. Стремимся к будущее. Создаем будущее. Креируем. Делаем ошибки. Имеем сомнения. Обратите внимание. Имеем сомнения. Если бы у вас не было сомнений, не было бы ни роста. Вы бы абсолютно было бы уверены, что то, что вы сделали сегодня, это потолок всего. Вы знаете, встречался я в Америке с одной, ну, достаточно известной художницей. Она пришла ко мне говорить, хотелось ей чего-то. Чего-то хотелось человеку. Ну, все-таки художник, человек искусства. Очень дорогой художник. Но это художница. Дорогая. Мы сидим, разговариваем. Я говорю, вот ты мне скажи. Ну, давай так. Я задам вопрос, а ты мне скажи, как хочешь. Твои картины хорошие? Она говорит, да. Да. Я говорю, можешь ли ты назвать свои картины совершенством? Женщина подумала и сказала, да. Я говорю, окей. Ты лично рассматриваешь свои картины совершенством? Да. То есть они тебя удовлетворяют? Абсолютно. Я говорю, и что же ты от меня хочешь? Если ты уже дошла до совершенства. Как ты лично понимаешь. Согласен. Зачем тебе я? Чтобы ломать это совершенство? Я хочу. И она начала объяснять, что она хочет. Чтобы... Ну, что там она говорит? Я говорю, а зачем тебе, если ты уже дошла до совершенства? Следующий твой шаг. Мог бы быть случай, если ты осознаешь, что тебе не хватает. В твоих же картинах. Но если там все есть, если ты сама настолько больная, потому что она очень любит свои картины, называешь это совершенством, то зачем тебе я? В общем, бедная сконфузилась. Потому что получается, что картина ее далеко не совершенствует. И они на самом деле не хорошие. Так она... Я не хочу, чтобы она так думала. Потому что если я с ней буду что-то делать, она начнет видоизменять их. То есть, может быть, даже уродовать, что-то делать. В общем, мы решили, пришли к общему заключению, что как раз ко мне она не должна приходить. Потому что ее картины покупаются такими, какие они есть. За х количество 10 тысяч. Я не знаю, сколько. Огромные цены какие-то. Долларов. Потому что какие-то люди считают это совершенством, покупают, вешают дома. И она абсолютно зависит от мнения об этих картинах, этих же людей. То есть, практически является рабом своего собственного совершенства. И не надо это трогать. Потому что если ты тронешь, да, ты будешь видоизменяться. Но те люди, которые покупают эти картины, будут недовольны. Она очень зависит от мнения этих людей. Можно ли такого человека назвать счастливым? Нет. Вот ей не говорите. Ей не говорите. А вообще-то не говорите этому всему миру. Потому что в мире все считают, что они крайне счастливые. Все артисты, актрисы. Все в депрессии, все на пилюлях. Но все счастливые. Потому что они уже создали. И на этом закончились. Все. Конец их счастья. Так вот, счастье должно быть креативным. Процесс креации есть счастье. А не результат, который ты постиг. Результат, который ты постиг. Любой результат. Это конец счастья. Все. Ты становишься мумией. Знаменитой. Но мумией. А теперь насчет веры. Вот теперь представьте, что человек, вот как эта художница, верит, что она счастливая. Полностью. Все, что я в себя верила, верила в свои силы, верила в свои возможности, верила в то, 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 я достигла. Единственное, что может быть, картины, которые она мажет, вместо того, чтобы стоили 100 тысяч, будут стоить 200 тысяч. То есть, скажите, пожалуйста, есть ли у этого человека вера? И если да, то какая она? Как вы думаете? Вера в деньги. Вера в себя. Вера в деньги в себя. Вера в деньги в себя. Сама не знаю. Ну, мало ли чего. А то, когда уже есть, хочется чего-то другого, а чего другого придумать уже нельзя. Ага. Чего-то другого. Самое интересное, да, этот человек хочет задержать то, что есть, таким, какое оно есть, но у него есть ощущение нехватки чего-то. Но то, обратите внимание, ощущение того, чего он не знает, чему ему не хватает, должно не мешать и должно устраивать сегодняшнее его состояние. Это возможно? Нет. И вы знаете, этот человек снова приезжал потом еще, то есть, эта женщина. Никак не может отцепиться от меня. Сидит и слушает. Вопрос задает, и вот сидит и слушает. Просто слушает. Я говорю, ты понимаешь? Мы говорили, я говорю, ты понимаешь, что ты сейчас слушаешь то, что ты не должна слушать. Потому что ты сейчас тебя поломает. Не сделает, а поломает. Вот. А ей не то, что интересно, а ей как раз хочется пожрать чего-то нового. Потому что свою кашу она уже жрет. Да, она дорогая. Надоело жрать одну и ту же кашу. Все хвалят ее. А тебе надоело, тебе хочется какой-то новой каши. А рецепта ты не знаешь. Плюс, если ты начнешь варить новую кашу, то твой ресторан развалится, клиенты больше не будут приходить. Потому что они любят старую кашу. Это несчастные люди, на самом деле. У которых креативность закончилась. Все. Они стали рабами своего же собственного счастья. Это я теперь веду к тому, что я сказал. Не такой я дурак, чтобы зависеть от своего собственного счастья. Теперь давайте насчет веры. Где в этом во всем вера? Ну, например, у этой женщины. Есть ли у нее вера? Есть. Мне кажется, вера ее толкает к тому, что ей нужно что-то другое. Но просто на это другое она решиться не может. Но вера мне кажется, ее толкает. Вера ли это? Или это желание? Нужда? Необходимость? Возбуждение? Вера ли это? Дошло ли до веры? А, ты? Нет. Там не дошло до веры, ребят. Там груз настолько тяжелый сзади, что если вера сформируется как состояние, оно начнет побеждать. Оно просто начнет побеждать. И как привел прекрасный пример Чингис, я сделаю топор, который невозможно не есть, но вокруг этого топора свалится новый суп. И никто его кушать не будет. Не привыкли. И поэтому у этой женщины веры нету. Не сформировалась. Это очень сложно, ребята. Вера, она всегда есть как стимулирующий фактор, сильный фактор. И мы всеми руками, все мы, все вы, всеми руками, ногами отталкиваем ее, чтобы случайно у нас что-то не поменялось. Я извиняюсь, секундочку. Теперь в этом контексте я хочу спросить опять же Чингиза. Чингиз, можно, но будет чуть-чуть больновато. Но вы человек сильный. Можно? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, Чингиз, вы делаете вашу фанеру. Неужели это все, что вы можете сделать? Нет. А почему вы не делаете что-то другое еще? Мне это не нужно. Что? Мне это не нужно. Значит, фанера это все, что вам нужно? Пока да. Так, вопрос. Какая же разница между Чингизом и вот этой художницей? Ну, кроме знаменитости и денег. То, что она ищет ответы у вас. Любопытно. Значит, фанера это сегодняшний потолок Чингиза. Правильно? Почему потолок? Ну, потому что Чингиз больше ничего и не делает. Ну, у меня есть семья. Ну, нет, понятно. Но это как фанера, только живое. У меня есть семья, сказал. Я сам сделал, да, эту семью, сострогал. У меня есть семья. Окей. Окей. А теперь относится не к Чингизу, а ко всем. Вы каждый день, ну, каждый день или раз в неделю приходите. Ну, например, сферу. Давайте возьмем сферу. Зачем? Для чего? Что на улице не хватает? Чем улица не устраивает? Что вы ищете? Наши рост опыта. Рост ищет опыта. Молодцы. Вы ищете то же самое, что та художница. Это все ищут. Новый воздух, свежий. А самое главное, понимание себя, рост себя. Но, это хорошо, что вы ходите, но меняет ли это вашу жизнь? Да, кажется, меняет. Вопрос следующий. Меняете ли вы свою жизнь тоже? Или, когда вы ходите из сферы, все возвращается во вчерашний день. Так же, как у этой знаменитой художницы. Сфера – это топор. Вы правы, Чингиз. Молодец. И моя фанера – это тоже топор. Нет, фанера – это не топор. Топор. Это фанера – это топор для Маши. Нет, это для меня. Потому что со своим топором я могу сделать и сум, и гашу, и хорошо танцевать, и весело провести время, и получить все необходимое. Чингиз, дорогой, поверьте, весело танцевать и провести время фанера не нужна. Это можно и без нее. Приезжайте в гости к нам без фанеры. И не надо мучиться, ничего делать. Танцуем, поедим. Хорошо, ребят, скажите, пожалуйста, обратите внимание, как правильно сказал Чингиз, сфера – это топор, вокруг которого создается суп. Но когда ты выходишь с этим супом в мир, вот вышел ты, поменял ли ты завтрашний день? Или меняете ли вы завтрашний день? Или день окружения настолько сильное, что оно не дает вам его себя менять? Даю вас сильнее. Не, ну а как поменял? Конечно, меняется, не бывает же одинаковых мгновений, по-любому меняется. Одинаковых не бывает, но окружение, environment – это очень сильная субстанция. Это огонь, у которого есть своя температура, своя интенсивность, сила. Так вот, этот огонь постоянно сохраняет, заставляет тебя бориться в нем так, как он хочет. Вот поэтому я оставил свои, не оставил, а поэтому я остановил свое развитие всего этого в Америке на сегодняшний день. Потому что атмосфера была такая, что она давила. Я понимал, что все равно сварится так, как окружение будет хотеть. В лучшем случае, в лучшем случае, я становлюсь такой же художницей, на меня смотрят такими же глазами, как и смотрят на нее. Покупает, но это всегда было неважно. Я становлюсь рабом ситуации. Но ситуация от тебя забирает 24 часа. Поэтому, чтобы, ребят, иметь веру, скажем так, правильную, надо где-то быть свободным. От многих, не обязательств, как раз не обязательств, от многих прелестей, скажем так, удобностей, комфорта, который предлагает окружение. Потому что именно там, в счастье, в этом понимании, ты потеряешь свою свободу. Потерял свою свободу, твоя дорога уже не твоя. Ты принадлежишь системе. Система начинает тебя формировать. Твоя вера будет слишком маленькой. Ты становишься, ты просто становишься основной частью системы. Богатым, знаменитым, но никем. Вот тогда тебе вера не нужна уже. Потому что вера тебе будет всегда мешать. Говорят, мы же можем поменять окружение? То же самое окружение, но качество его будет другое. Это же возможно через себя, если мы меняем. Вы абсолютно правы. Вы можете поменять окружение, и вы это, естественно, делаете. Ну, хотя бы в своей семье. Естественно, когда ты растешь, то ты влияешь на своего ребенка, ну, на детей, на мужа. По-другому. Но это маленькое окружение. Правильно? А теперь представь, что ты растешь, как личность. Ты меняешь уже свой город, потом свою страну. Так вот, тут страна не очень хочет, чтобы ты ее менял. Значит, ты еще не дорос. Совершенно правильно. Страна считает, что ты не дорос. Потому что ты меняешь в таком направлении, которое страну, это же живые люди страна, не устраивает. И она начинает тебя ломать и делать из тебя то, что она хочет видеть. В крайнем случае, если ты все-таки будешь идти тем своим путем, путем, скажем, свободы и веры, ты будешь отшельником. В лучшем случае, ну, в самом удобном варианте, тебе-то как Иисуса в кресту и десизит. Финита ля комедия. Он слишком много знал, скажем так. Или станешь, ну, на сегодняшний день, станешь просто рабом успеха своего. Большого. Пусть будет большого. Люди стремятся к этому. А потом, когда умнеют, если, конечно, умнеют, начинают понимать, что не туда надо стремиться. А от этого ты не становишься несчастней, наоборот, счастливей. Но чтобы даже быть счастливым, тебе нужна вера. В противном случае, ты начинаешь быть счастливым в креации, в креативности. Постоянно меняешь, постоянно меняешь. Но направления нету этих изменений. Вот представьте, что ты, как я сказал, ты счастлив тем, что ты постоянно что-то создаешь, делаешь. Каждый день новое. Это ощущение постоянного такого счастья динамичного. Но направление, куда ты идешь совсем этим, год прошел, два, три, а ты что-то делаешь, делаешь. Ты такой занятой бездельник получаешься. Нету направления какого-то. Вот это направление есть... Вера, куда ты идешь? Это состояние. Так вот это состояние, оно должно быть определенным, чтобы сама твоя система шла в этом направлении. Потому что если ты, как личность, вот так тебя колеблет, не в смысле, как ты думаешь, ты думай, как хочешь, но вот это состояние вот так колеблется слева направо, то ты виляешь в своей дороге. Ты не знаешь, куда ты идешь, вслепую абсолютно. Еще. Еще, что касается веры, но это достаточно новые данные, я вам сейчас скажу, попробую объяснить. Скажите, пожалуйста, все ли были, когда я вот в мае месяце, кажется, объяснял Кла? Я, да. Ну, если кого-то заинтересует, посмотрите, потому что Кла это что-то новое. Неважно, те, кто знают. Когда дается Кла, да, скажем так, софтерская программа с определенными данными, касающиеся конкретного человека. Наша Розе такая, какая она есть, потому что ее Кла соответствует ее биологической форме. Это ее софтвер основной. Но софтвер это всего лишь возможность. Оперирует этим софтвером на самом деле по-своему сознание. Сознание это искусственно, я не знаю, говорил я это, это искусственное создание. Оно неестественное, оно не природное. В земных условиях сознание не существует. Поэтому, я не знаю, говорил я или нет, ребенок, например, который родился, если до пяти лет его, ну это эксперименты были, до пяти лет им не заниматься, то у него атрофируется такая, скажем так, искусственная способность сознания. Все, его сознание не развивается больше. Он превращается в форму, сложно сказать, животного, но чего-то, которое может выжить в вот таких условиях. Но это уже не человек в нашем понимании. Оно атрофируется, не развивается. А в природе не может быть такого, если это природное создание, чтобы что-то не развивалось. Если оно существует, начнется необходимость. Так вот, сознание это искусственное. Вот сознание это тот шофер, который ездит, который водит вот этот автобус. Вот представьте, автобус это тело, и там груда электроники и путеводители. Но движение автобуса на самом деле зависит не от дороги, а от шофера, который сидит за рулем. Теперь, если за этим рулем сидит, ну скажем так, ребенок шестилетний, вы понимаете, как автобус будет ездить и что будет с пассажирами. То есть, чем профессиональнее шофер, тем естественнее, правильнее ездит этот автобус. Вот шофер это и есть сознание, которое должно оперировать телом, понимать окружение и электронику самого автобуса, как он выстроен. И тогда все работает. Вот скажу вам вот так. Вот вера это состояние, которое необходимо между сознанием и клапаном. Сознание должно использовать состояние веры для понимания, для восприятия и понимания своих же параметров, своего клапана. Эта тема, скажем так, она новая, она развивается дальше. Поэтому поймать веру очень сложно. Сделать ее логической тоже крайне сложно. В сознание вдается. Как только стоишь, а во что веришь, это уже не вера. Это комфортно. Нет человека, у которого не существует состояние веры. Состояние веры, оно всегда есть. Даже когда огромное сомнение. Даже когда огромное разочарование. Всегда есть состояние веры. Самое интересное, вот это состояние веры, оно максимально присутствует в самых тяжелых ситуациях, когда система может разрушиться. Destruction. Вот представьте, человек в море. Шторм. Корабль погиб. И он оказался, ребята, в море. Вы оказались в море. Штормит, блин. Что вы будете делать? Берегов не видно. Но вы не умерли. То есть не утонули. Вы выживали. Искать путь выживания. Теперь давайте вместе поищем. Какой путь выживания? Вы в воде. Вы не утонули. Берегов не видно. Ничего не видно. Один единственный. Что ты будешь делать? Молиться. Скоро молиться хочу. А? Молиться. 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 Дальше. Верить в вас, что произойдет что-то, что спасет. Спасибо. А почему, ребята, а почему не утонуть просто? Можно. В тот порядок. Смотрите, 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 как интересно все работает. На самом деле у тебя нет ни одного основания, логического, разумного основания для веры. Ну, ни одного разумного. Ну, ни одного разумного. А вера как раз поднимается настолько, что тебе не нужно во что-то верить. Тебе нужно просто верить, что ты выживешь. И вот эта вера, сила этой веры, она настолько большая, что ты просто начинаешь тупо плыть. Не важно когда, не важно сколько, не важно, сдохнешь ли, когда-нибудь утонешь, ты просто тупо не умираешь, не вздыхаешь. Вот в этом состоянии вера твоя находится на своем пике, как в общее состояние. Именно благодаря ей ты выживаешь. Хотя она не подпадает, опять же, под категорию нашего сегодняшнего понимания веры. То есть нам нужно верить во что-то. Вот это уже не вера. Это надежда, что, может быть, появится, хрен его знает, какой-нибудь корабль, который меня увидит. Это не вера. Это надежда. А вера заставляет просто тупо плыть. В каком направлении? Да не важно. Направление не важно. Важно не утонуть. Вдруг меня найдут, это уже надежда. А люди вот эту надежду мешают, им кажется, что это вера. Вдруг появится корабль и меня увидят. Это не вера, это надежда. Потому что если корабль не появится, то ты утонешь. Если бы это была вера. Так вот корабль, например, представляете, корабль вот идет, ты его видишь, но он тебя не видит, и он проплывает. У тебя надежда умерла на конкретный корабль, а вера все равно существует. И появляется следующая надежда. Вот так все это работает. Вопросы есть, ребят? Есть вопрос. А что происходит с верой в сфере? Ну, у человека, в смысле. Вы как-то говорили, что есть такое понятие, как потенциал веры. Что происходит? Как? Что я говорил? Ну, по-всё раз, Теремаш. Есть, вы говорили, что есть потенциал у веры. Это вот то, что вы сейчас объяснили, да? То есть вера, она может расти, получается? Развиваться? Она всегда развивается, Теремаш. Только развитие этой веры, качество её должно соответствовать самому индивидууму. Вера, у неё нет границ. Потому что здесь, в этой категории, разум не присутствует. Разум использует её, но не контролирует её. Если разум контролирует веру, это уже не вера, это комфорт. Это вот этот believe, но не faith. А вера, она постоянно, она в огромных кальках. Как тебе сказать? Это как вода, которая вот так вот постоянно видоизменяется, подстраивается всегда. И она может дойти до своего критического, в хорошем смысле, для этого человека состояния. Быть просто огромной. Она всегда есть. Это как вода в вас. Нету потенциала, который, скажем так, ограничивающего потенциала. Он как раз не ограничен. Теперь давайте свой вопрос ещё раз задайте первое. Что касается с верой? Я не совсем понял, что вы хотели спросить по поводу с верой. Что такое вера в контексте школы сферы? Как она развивается? Если вы говорите, что вера – это язык между кла и сознанием, то мы же нельзя себя здесь чувствовать. Значит, мы веру тоже развиваем здесь? Естественно. Вот это надо. Естественно. Конечно, обязательно. Она всегда развивается. Что бы вы ни делали, она всегда развивается. Но мы не стараемся. Вот том-то и дело. Мы понимаем, что мы не можем в сфере… И не надо ставить её в сознательные параметры. Мы поднимаем уровень сознания, очень важно, разума, чтобы понимать, как эту веру надо использовать. Как её не надо портить. Вот так вот. Почему не надо доводить до критических жизненно опасных ситуаций, чтобы вера работала автоматически? Что даже в самой обычной ситуации. Я был в Америке, всё было шикарно. Я понял, хотя нет причин. Надежда должна была мешать этому. Обратите внимание. Я понял, что мне надо останавливать сейчас и вернуться. Так вот тут надежда мешает. Потому что в надежде есть элемент ожидания, и он разумный. И очень часто, 99% люди становятся, основывают свою веру на надежде. Для них надежда становится целью. И если эта цель не реализуется, они просто разрушаются. Так вот надо на вере. Это не всегда вера идёт так, как ты думаешь. Как раз наоборот. Очень часто так, как ты думаешь, это неправильная дорога, неправильное направление. Что касается тебя, окружения и твоей веры. Хотя логически, все скажут, ой, какой молодец. Правильно идёшь, правильной дорогой идёшь. Поехал туда, почувствовал, что надо покупать билет лотерейный. Купил билет, на радостях сел с ребятами, выпил, опенел, сел в машину, которую выиграл на этот билет. И врезался в дерево. И оказался в больнице, в коме, ну, на три года. Кажется, счастье должно было быть, а оно перевёртывается вот так. Так вот, если бы этот человек разумный, сознательный, был бы более, скажем так, чувствительным, или более разумным, более деликатным, то он бы опасался последствий своего же, скажем так, счастья. Вот тут вера даёт тебе возможность постоянно определиться, в правильном ли направлении я иду. Соответствует ли это моему клай или не соответствует. Я понял. Что говорит, Чингис? Чингис, я говорю, что вера, это получается инструкция по использованию своих возможностей и их развитию, составленная на основе собственного сознания и опыта. Так, интересная позиция. Скажу так, не совсем полноценно, но да, можно сказать, что вера, это инструкция, правильно, подключение своего сознания и твоего кла. Туда подпадает и опыт, и всё-всё-всё-всё-всё. Да, это инструкция, можно сказать. Эту инструкцию надо уметь считать. Потому что эта инструкция, она постоянно видоизменяется. Ты день прожил, всё, ты завтра другой человек. Ты не знаешь, но ты другой. У тебя миллиарды клеток умерло, и миллиарды новых появилось. Там же творится всё, что хочешь. Ты уже другой. Не тот же самый. Правильно. Ну, давайте, задавайте вопрос, ребят. Бэн, у меня такой вопрос. Что происходит дальше, когда связь уже налажена, условно назовём, когда вера, присутствует связь между сознанием и кла работает исправно? Правда? Тогда что происходит? Может, сейчас ещё счастье наступает? А вот у меня вопрос ещё. Дождите, ответим? Подожди. Гаухарчик, дорогой. А зачем вам это знать, а? Неинтересно. Знаете, что наступает? Давай, мне интересно. Знаете, что наступает? Что? Ну, это так, между строк я вам скажу. Смыслое. Наступают очень любопытные моменты. Ты начинаешь более детально осознавать то, что называется жизнь. И делать анатомию этого дела. И начинают выявляться новые эффекты. А что подразумевается под словом «жизнь» в этом случае? Что подразумевается под словом «смерть»? Вот перешагиваешь кое-какие границы существования тебя как единиц, как человека. И вы знаете, настолько меняется всё, начинает видоизменяться, что это уже неестественно для современного человека. Ты просто растёшь, видоизменяешься. Скажем так, эволюируешь интенсивней, что нехорошо, что не есть хорошо. Потому что общество находится вот сейчас, сегодня и здесь. А ты начинаешь находиться. Не всегда, но ты можешь находиться. Не сейчас, не сегодня и не здесь. И когда ты находишься не сейчас, не сегодня и не здесь, то понятие «сейчас, сегодня и здесь» становится не самым основным, а очень даже секундарным. Вы можете сказать, увеличиваются твои возможности. Абсолютно да. Да, ну ненормальных каких-то состояний. Ненормальных. Чересчур. Но от этого ты… Ой, какой вопрос задала. Ты не начинаешь их использовать, Гаухарчик. Ты не вмешиваешься в процесс. Ты просто начинаешь понимать необходимость того, что происходит. Ну, скажу так. Почему все должно происходить так, как оно должно происходить, насколько это не есть приятность? Тебе же. Ты просто тупо не вмешиваешься, чтобы было тебе приятно. То есть перестаешь фактически участвовать. Мне сложно, не то что сложно, я не хочу вам все это рассказывать более детально, Гаухарчик. Ну, посмотрим. Время придет, покажется. Не могу сказать, что становишься счастливым. Абсолютно нет. Но мудрым точно. Давайте другие вопросы давайте. Попроще вопросы дайте мне. Чем я не могу? Да, просто прощайся так много говорили. А вот взаимоотношения, то есть зачем счастье и вера, как они соприкасаются? О, ну я как раз и сказал. Они соприкасаются так, что понятие счастья начинает давить понятие состояния веры. Состояние счастья становится доминирующим, становится смыслом. И человек, который, я же объяснил, человек, который достигает состояния счастья для себя, начинает это же воспринимать как веру. Думая, что я стал счастливым, потому что у меня была вера в себя. Это самоуверенный человек. Не совсем. Смотрите, как бы объяснить. Можно я вот еще один пример скажу? Давай. То есть мы определили, что счастье – это наличие комфорта, а дискомфорт – это отсутствие счастья. Так? Нет. Понятие в понимании обычного человека. Понимание обычного человека, да. То есть дискомфорт – это наличие проблем и тревог. Да. Для обычного человека это не есть счастье. Да. То есть получается, как сказал Далай-Лама, если у тебя есть тревоги, и ты знаешь, как их решить, то тревожиться не нужно. А если ты не знаешь, как их решить, то тогда чего тревожиться? Ну, в общем. И что дальше? Это счастливый человек. Далай-Лама? Да. Ну вот представьте, дорогой вы мой. Вот, Чингис, давайте посмотрим по-другому. Вот представьте, вот вы, на вас оранжевая одежда, вы сидите где-то там в горах всю свою жизнь, на вас всем пялится, и ты с утра до вечера улыбаешься, как полный дурак. Вот счастливый ты человек. Ну, можно вам определить, это не обязательно улыбаться. Ну, как не обязательно? Если ты Далай-Лама, ты должен как идиот улыбаться. Если ты полный дурак, конечно, счастлив. Ну, ребят, Далай-Лама и так далее, не забывайте, это все же все-таки дело пиара и маркетинга. Это англичане хорошо продали все это дело. И всех этих летающих обезьян тамошних, и Индию, который едет с утра до вечера, говна коров разных. Это все шикарно продано. Вся цивилизация сделана такие деньги, на этой ерунде разной. Не забывайте, деньги это очень серьезно. Это большая вера. А эволюция человеческая, она основана, по крайней мере, с 19 века, на финансовой конструкции. Англичане просто молотки, супер продали все это дело. Дай им Бог здоровья. Но вы-то не будьте такими наивными, думая, что в вашем за Казахстане духовности прям вот не было. А в Индии, где даже не знают, как жить, вот навалом духовности. Ну, блин. Детский сад. А что? Короче... У нас самооценка поднимается вверх. Что? Не слышу еще раз. У нас самооценка поднимается вверх. Здорово. Так и должно. У вас самооценка не должна подниматься, ребят. Ваша самооценка должна стоять твердо, без каких-либо сомнений. Не в смысле, мы уже в потолке, а мы идем правильной дорогой. Вот так вот. Вчерашний день был вчерашним днем, завтрашний день будет завтрашним, мы готовы к нему и делаем все возможное. Вот такая самооценка. А сравниваться не надо ни с кем. Ни с кем. Потому что такой бешбарма, который я кушал у вас, нигде не кушал, а? Вопрос давайте. Тетя Маша, продолжай. Что там вы спросили еще? А, ну, по поводу веры. Получается, что вы говорили, что у каждого человека своя вера. Она зависит от параметров этого человека, да? Да. Получается, чем сильнее, чем сильнее его вера. И получается, тем он обладает большей способностью влиять и видоизменять вот это окружение. От веры зависит, да? Конечно. Абсолютно да. Тетя Маша, вы абсолютно правы. Если он эту инструкцию свою умеет читать и читает детальнее и детальнее, потому что разум ему позволяет это делать, то и форма его поведения, и влияние начинает меняться. Я не говорю, как, но качественно оно меняется. Естественно. А вот, получается, вот эти люди, которые там бомжи и так далее, можно сказать, что это люди без веры? Подожди, подожди, я не слышу. Еще раз скажите, потому что мешает вот это телефон. Как? Ну, это, я имею в виду, вот бомжи, которые живут на улице, там, опустившиеся люди, да? Можно сказать, что это люди без веры? Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. А из-за чего они тогда так опустившись? Ну, во-первых, тетя Маша, есть такое, так складывается жизнь, так складывается жизнь, что сегодня ты богатый, завтра ты становишься бомжом. И таких навалов. Ну, жизнь так сложилась, окружение так повлияло. Но этот человек, который, скажем так, потерял все, вы знаете, он нашел то, чего у него не было. Свободу. Не все, не все. Но есть такие были, это известно, которые больше не хотят возвращаться, куда, где они были. Ну, просто потому, что они стали принадлежать сами себе. Находятся такими. От этого их вера не уменьшается. Есть другие, которые потеряли все, практически никакой надежды. Они с утра до вечера мечтают вернуться, вспоминают туда, где они были. Вот их вера работает очень сильно. Это то же самое, как кораблекрушение в море. А есть просто люди, которым, ну, не охота работать, блин, ну, не охота. Вот. Они становятся homeless. Идут на улицу, потому что их кормят за бесплатно. Ну, тунеядцы, скажем так. Ну, и есть сумасшедшие тоже. А вот вы еще сказали, что вера может расти. С одной стороны, сказали, что границ нету, да? То есть она может бесконечно расти. С другой стороны, это зависит от самого человека, способный он бедоизменяться, от его способности и готовности к этим бедоизменениям. От этого это зависит? Сейчас скажу. Сама вера, это как воздух. Он не ограничен. Сколько ты в состоянии вдохнуть, зависит от твоих легких. Правильно? Вот. Количество воздуха, которое войдет в тебя и как он обрабатывается, зависит непосредственно от твоих легких. Теперь представьте, что твои легкие, это твои мозги. Как они работают? Вот в зависимости от того, как они работают, ты воспринимаешь новые, твоя вера начинает видоизменяться. Но по количеству, по своему количеству, она не ограничена. По качеству тоже. Все зависит от твоего сознательного, ребят, сознательного развития. Вся проблема человека, вся, полностью, сто процентов. Вот здесь. Больше проблем нет. Все остальное бесконечно и безгранично. Абсолютно. Посмотрите на конструкцию всего этого, универс, как сказать, вселенной. Сама, как она сконструирована? Это абсолютно взаимосвязывающая логическая конструкция, которая оперирует, живет. Вот так вот. И ты маленькая частичка всего этого. Но ты же частичка всего этого. Значит, ты же в этом супе варишься. Значит, все данные этого супа, они вокруг тебя и в тебе. Единственное, что тебе нужно, вот, сознание, разум. Это самая лимитированная, ограниченная, ограниченная, ну, скажем так, функция человеческая. Увеличивай свой разум, расширяй его как можно больше. И тогда ты будешь манипулировать больше. Знать, как манипулировать этой же верой. Кстати, вера, это не человеческое состояние, ребят. Это мы называем его верой. Это как воздух. Вот я вдохнул воздух. Мой ли это воздух? Он во мне, но он не мой, потому что он везде. То же самое, как вода. Во мне сейчас находится 80% воды. Моя ли это вода? Или я нахожусь в воде? Ведь это же вода везде, ведь постоянно же она испаряется. Взаимосвязь-то есть. Поэтому вера это состояние, определенное флуид, скажем так, состояние во всей вселенной, а не человеческое. еще спрашивают, тетя Маша. У меня еще. Можно? Пожалуйста. Я все к вопросу о счастье. Валяй. Вы определили, что вера это ведущая между сознанием и глаз. Да. Можно ли назвать счастьем умение налаживать вот эту связь между определением кла, вера и сознание? Отличный вопрос, Чингис. Молодец. Браво. Вот уже видно, что мой человек уже в сферу ходит. Абсолютно да. Каждый шаг, Чингис, каждый шаг развития твоего сознания в этом направлении и когда ты сам начинаешь чувствовать, понимать вот эти новые качества, которые ты воспринял, твое сознание поняло, это вызывает огромное ощущение счастья. Ощущение. В этом-то вся и креативность, потому что завтра еще, потом еще, потом еще. Да, это есть ощущение счастья, причем динамичного счастья, а не пассивного статичного. То есть счастье это работающая связка между сознанием верой и славой. И умение эту связку поддерживать рабочим состоянием. Совершенно вы правильно сказали. Тем же путем идет любой ученый, который открывает, который что-то открывает. Точно так же. И вот тогда ощущение счастья огромное. Это как всплеск, взрывы. Да, через 10 минут, ну, грубо говоря, через полчаса у этого счастья начинают появляться свои ростки. Он дает новые сознательные элементы. Голова работает. Это все еще счастье продолжается. Через 2-3 дня оно становится составной частью. Вот этот взрыв уже упал, но осадки уже внутри остались. Работается дальше для следующего взрыва. На следующее счастье. Это и есть счастье. На самом деле это очень сильное счастье. Рядом с которым выиграть в лотерею машину, ну, это как-то извините, что вот так пошло. Ну, ребят. давайте говорите, говорите, вопросы задавайте. Я не совсем слышу, повторите, пожалуйста, громче. У меня другой вопрос. Вам кстати след очень коллекционный. вопрос следующий. Я хотела вернуться к вашей художнице. Она к вам возвращается и объясняет свою походу к вам тем, что что-то она хочет новое. То есть мы сейчас определили, что видимо растет вера. И вот смотрите, она не готова перестроиться. Она понимает, что она потеряет многие благо, в том числе материальные. Как ситуация, если она не перестроится, то есть она не пойдет дальше. Плохо она кончит в итоге. Чем вообще для нее закончится? То есть она получается не развивает свою веру, которая просится к развитию. Правильно? Чем закончится для нее? Как может быть итог? собьется с курицей нормально будет счастье? зачем? Будет иметь обычное человеческое бессмысленное счастье, будет сыта, купит один дом, купит второй дом, картины будут приобретать дальше цену, она будет молевать то же самое до конца своей жизни, все будут думать, что она счастлива, она такая же и останется до конца, так и постареет, так и кончится. То есть не обязательно если человек не следует своей вере, да, он понимает, что он чего-то хочет, не означает то, что он обязательно закончит суицидом. Да, конечно, но не забывайте, что человек, это нелегко следовать своей вере, ведь человек даже не знает, что это такое. Вот этот разговор, который мы сейчас имеем, он для вас тоже не untouchable все еще. если даже он чувствует, что ему что-то хочется новое, что-то, то есть я чувствую это здесь, запах здесь, но он это не значит, что если он почувствовал, сейчас прямо ему дадут, прямо ждут его, кто-то же должен цацкаться с ним, кто-то же должен заниматься вот этой всей ерундой его, а кому это нужно? Мне не нужно, ему нужно, пусть занимается, понимаешь, и он пришел типа попросить помощи, на самом деле он не просил помощи, на самом деле ему было интересно посмотреть на меня, то есть это не так просто, ну хорошо, ладно, вот я верю, вот я хочу поменяться, все, я меняюсь, это ты еще заслужить должен, чтобы вообще кто-то на тебя плюнул, а то так всю жизнь счастливым и останешься, короче, это дело индивидуума, а вот что происходит, еще много у нас вопросов, вы не устали? говорить, ну как, тетя Маша, одно удовольствие с вами разговаривать, у меня вопрос, вот когда человек заканчивает школу наша сфера, вы можете сказать, что он получает с точки зрения веры, получается, ну именно в сфере же человек растет и развивается динамично, то есть что становится с его верой, когда он заканчивает школу, и потом получается она не растет, не развивается дальше или как это? Нет, ну как, тетя Маша, нет, абсолютно нет, не так, люди в сфере, ну по крайней мере те, которые есть вокруг, которые дошли, я не продолжаю дальше, это люди динамично, креативно развивающиеся, теперь, они продолжают делать упражнения, потому что это самая легкая и удобная форма конструировать самого себя, но система тоже самоконструируется, она уже работает, она вся подключена, это механизм такой, я, скажем так, я не нужен, она сама работает, но вы поймите, этот же человек, ну та же Розе, да, вот она сейчас на, где ты сейчас? На спираль 11, Розе, ну она же, скажу так, на улице-то сама Розе себе подобных не найдет, правда? там разговор будет, ну картошка подорожала на рынке и так далее, конечно, это Розе, я вижу, очень возбуждает, но не долго, поэтому, чтобы просто поговорить, пообщаться с себе подобными или побыть в этой атмосфере, она и приходит в сферу, но это как место, сама сфера и есть место, ну, короче, система саморазвивается дальше, но чтобы она саморазвивалась, нужно, чтобы атмосфера этому содействовала, какого хрена я Америку оставил, вернулся сейчас, именно из-за этого, потому что Америка это слишком большая, хорошая, правильно, кстати, шикарные люди, но она хотела из меня сделать продукт, который меня не устраивал, я же не буду менять Америку и говорить, ребята, вы знаете, это совсем не так, я просто сказал, стоп, пока стоп, время не пришло, и я ушел, если бы остался, то через год поменялся бы, даже я, вынужденно. У меня вопрос еще, если у вас, ну, или бывали, или есть у вас такое определение, как безвыкотная ситуация, если они и были, то есть ли это какое-то определение у вас, и если оно есть, когда вы, допустим, не можете вернуться и сделать шаг назад, ну, как, допустим, вы, например, человеком в море, как бы вы поступили на его месте? То есть, что такое безвыкотная ситуация, в вашем председании, если оно есть? Вы знаете, Чингис, я, было бы очень храбро с моей стороны сказать, нету безвыкотной ситуации, но человеческие такие глупости говорить. Пока, на сегодняшний день, я не встречался с этим, или я не встречал ситуацию, которую, которую сам бы рассматривал безвыкотной. Может быть, она есть, я ее пока не встречал. Но теоретически, абсолютно теоретически, субъективно. Безвыходных ситуаций, в каком смысле? Что такое безвыходное? Что? Вот ты застрял и все, стоишь, да, не дышишь, что? Всегда можно открыть окно и выброситься, в конце концов. Тоже выход. Можно сойти с ума, можно напиться, можно хрен его знать, поменять свое половое аренда. Да можно делать все, что хочешь. Это все выходы. Ребят, это все выходы. Какой выход приведет тебя к чему? Вот это уже решаешь сам. Но это же какие-то выходы из сегодняшней ситуации. Убежать, забыть все, начать все сначала, стать опять же homeless, бездомным. Это же тоже выход. Это же начало какого-то нового пути, неважно какого. Другое дело, что ты не хочешь идти этими путями, но это не значит, что их нету. Поэтому не надо становиться рабом ситуации. Вот в этом случае я бы так ответил. И думать, что только потому, что в этой ситуации все возможные пути тебя не устраивают, то она получается безвыходной. Нет, надо быть просто мудрее. не устраивает? Ну и что? Короче, я еще не был в такой ситуации, чтобы сказать безвыходная. Как буду, сразу скажу. не дай бог. Ален, просто подходите. Сейчас еще вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу наркомании, пьянства, таких всяких вещей, которые, ну, как я называю, какие-то животные проявления, то есть немножко ненормальные. Насколько они вообще обоснованы и насколько они нужны? Я не знаю, как сформулировать, то есть я так понимаю, что любые проявления, которые в мире существуют, они необходимы для чего-то высшего. Ну, можно употреблять там слово бог или нет, то есть не дядька с бородой, а нечто там, ну, может быть, вселенная, если так выразиться. То есть вот нужны ли вот эти вот проявления там, животных каких-то качеств именно вселенной или же это вселенной не надо? Объясню. С позиции вселенной могу говорить, с позиции человека сложнее. Все, что существует, оно существует, потому что есть причина этого существования. Последствия этого существования, они могут быть нам неприятны, но во всем процессе они составляют определенный процент. Оно должно быть. Обратите внимание, у вас в ваших кишках, у вас, если есть кишки, то там есть определенный процент так называемых плохих, негативных бактерий, причем он не маленький. Есть огромное количество бактерий, так называемых положительных, считайте их людьми, и огромное количество отрицательных бактерий. Но благодаря этим отрицательным, которые пожирают положительных, количество положительных остается балансированным. В простивном случае, если этот дисбаланс нарушится, начинается дебактериоз, то есть количество положительных бактерий начинает развиваться так, что кишки перестают исполнять свою функцию. Система нарушается. Теперь представьте, что эти негативные бактерии будем рассматривать как какие-то отклонения наркомании. Так они занимаются какой-то чисткой. Шоковой, но чисткой, неважно как. Вот во всей вселенной это так и функционирует. Чтобы было движение, необходима конфликтующая сила. Эта конфликтующая сила всегда неприятна другой, противоположной силе. Но вместе они создают развитие, эволюцию. Помните, я вам говорил, любая эволюция начинается с революции. Но сама революция это деструктивный фактор. Это ломящий систему фактор. Вы можете назвать такие социальные бичи или социальные нарушения, например, алкоголизм и так далее, негативностью. Но этот же человек по каким-то икс причинам идет этой дорогой. Ну потому что хотя бы слабый. Но он такой и есть. Хочу сказать, его система рождает таким. Или он начинает заниматься наркоманией. Секундочку, если бы наркомания была бы, скажем так, не воспринята социальной средой, то наркотики не существовали бы. Так вот они существуют. Их же кто-то производит, и социальная среда их потребляет по каким-то своим причинам. Значит, и в этом есть какая-то необходимость. Ну и потом, ребят, на сегодняшний день я не думаю, что еду, которую кушают в Америке, она лучше этих наркотиков. Те хоть какие-то природные, а количество гормонов, модифицированных, которые едят, и вследствие которых появляется груда отклонений. Почему это не рассматривается как негативный фактор? Знаете, почему? А экономика и социальная среда сама решает, что хорошо и что плохо. Я ни в коем случае не остановлюсь и не говорю, это хорошо и это плохо. Но было количество, большое количество очень знаменитых людей, которые влияли на развитие цивилизации, которые, кстати, использовали наркотические средства. по каким-то своим философиям, разумным пониманиям. Они считали, что именно это им и помогало. Я не знаю, очень даже возможно. Не могу сказать, что это. Но если, я знаю, понимаю, если что-то существует, значит, есть в этом какая-то необходимость, которая может нас не устраивать, но она есть. А можно возникать этим еще такой вопрос? А можно сказать, что у каждого человека, как у системы, есть какая-то предопределенная цель, грубо говоря, хотя бы какое-то общее направление? То есть, если я родилась слабой, и хочу быть наркоманкой, то у меня выбора нету, либо я все-таки могу выбрать и сделать что-то другое? Абсолютно нет, абсолютно нет, ребят. Абсолютно нет. Это не совсем так, что если человек родился слабым, то он должен быть наркоманом и так далее. Это приблизительно так. Если я рожден летать, то я должен летать в самолете. Ты можешь летать и с парашютом, и на дельтаплане, и в самолете просто броситься с крыши. Все это подпадает под слово летать. Ну, то есть летать есть все-таки у меня предопределена какая-то нет, 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 нет. А мой выбор уже средство. Не совсем так, нет, целей как таковой нету. Она может появиться, есть, конечно, люди, скажем так, у которых параметры при рождении, но это достаточно твердые должны быть параметры, плюс, не забываем, сознание не сформировано, если даже кла есть, сознание не сформировано, и как оно сформируется, это еще неизвестно, потому что внешняя среда серьезно влияет на формирование сознания, и может быть этот человек просто с ума сойдет, ну потому что мама с папой будут друг друга лупить так, что этот ребенок просто двинется. То есть я хочу сказать, у х количества людей есть предопределенности для исполнения каких-то функций, но исполнит ли он эту функцию и именно он ли исполнит, зависит от процесса его формирования. И он не единственный. Но на местах Христа было пять человек, которые должны были исполнить эту функцию. это уже в конце я говорю, пять, но только один нужен. Так вот остальных четыре не прошли экзамены по каким-то своим причинам. То есть даже если Христос должен появиться, изначально это не один вариант, потому что он просто может испортиться. А если человек вот эту свою функцию не выполняет, ему второй шанс дается, там, реинкарнация, какие-то такие вещи? Нет. Нет. Человеком никто не цацкается. Абсолютно. Это не совсем так. И не надо так негативно на это смотреть. свою функцию исполнить. Но человек даже не знает, какая его функция. Если бы он хоть знал, какая его функция. Это было понятно. Что вы думаете? Христос прямо родился и сказал, так, завтрашнего дня приступаем к формированию христианства. Я родился. Вы знаете, даже с Христос, который скончался, конечно, не в 33 года, а в 82, его последние, ну, скажем так, слова или предложения были, в чем был смысл моего существования вообще? Даже он сам не знал. Потому что такие видоизменения, такие видоизменения начинаются с революции, с семени. Вот и есть семя, но последствия не зависят от семени. Все, уже пошел процесс, он начинает разрастаться, разрастаться. Семя само не важно, откуда оно пришло. Его же не существует. короче, не надо так банально смотреть. Человеку дается один шанс, шансов дается очень много. Просто мозги надо иметь правильные, сформированные, и структуру надо иметь сформированную, чтобы исполнить где-то. Вот и все. Спасибо. На здоровье, дорогой. У меня еще один вопрос. Давай последний, Гаухар. Грубен, а почему сознание это искусственный инструмент? Искусственно создается, формируется. потому что, это просто, Гаухар, потому что человек не есть продукт этой планеты. это занесенный ген, занесенный постоянно переносится. Эта биологическая форма, она тоже необходима, как вирус. Вы не знаете, но человечество, не только человечество, а сознательно образные формы, они как вирусы, в прямом смысле как вирусы. Вот вирус тоже себя ведет очень странно. Есть такой концепт вирусологии, ну, скажем так, паравирусологии, что вирусы это тоже сознательные единицы, потому что они иногда ведут себя так иррационально, обратите, не рационально, а иррационально, что невозможно понять, это же невозможно, чтобы он так себя повел, это иррационально. Вот биологические сознательные единицы во всей вселенной, они как вирусы, они иррационально себя ведут, чем и стимулируют другие силы для, помните, я говорил, плохесенные бактерии, то же самое и здесь, поэтому это занесенный, это занесенный ген на эту планету, и он не приспособлен к этой плане, кстати, по одни из последних данных ученых, кстати, это есть, они же постоянно обрабатывают, что-то делают, говорят о том, что по этой конструкции, вот как человек создан, он не соответствует Земле, форм, гравитации, размером тому сему, просто не соответствует, эта гравитация, она для этой конструкции не соответствует, должна была быть легче гравитации, и так далее, и так далее, ну, кстати, есть эти документальные фильмы, посмотрите, которые говорят, что человек это не естественное земное создание, а креация, поэтому и сознание не может никак приспособиться, оно не естественно для этих условий, хорошо? Ребят, все, давайте, давайте на этом закончим, это был первый пробный вариант нашей болтовни по скайпу, кажется, сработало, вы меня нормально видите? Все, ну, давайте, я вас обнимаю, всех, спасибо, что были, спасибо, что послушали, готовьте вопросы для следующего нашей сеанса, хорошо, ну, пока, пока, обнимаю всех, спасибо,